Что это такое? Мы хотели поприсутствовать. Нет, пока. Это рабочее совещание, девушка. Просим прощения. Вы тут, интересующие вас люди, дадут интервью. Прошу прощения. А почему я? Покиньте, пожалуйста, помещение. Ну а почему? Покиньте, пожалуйста, помещение. Это рабочее совещание. Тщательно скрывают то, что против их воли сейчас в самом центре внимания. Такая парадоксальная секретность может объект архитектурного наследия, ТЮЗ, превратить в объект архитектурных насмешек. Из-под кисти неизвестных авторов уже выходит не слишком живописное полотно. И даже то, что натура перед глазами не помешала горе-художникам смешать несколько направлений. Классический академизм рискует скрыться за сериализмом и лубочным примитивизмом. Упрощенные черты приобрела сначала крыша исторического театра. Вместо черного металла – коричневый профнастил. Вместо гладкой поверхности – нелепый рельеф. Да и саму крышу вписали ниже водосточной трубы. На такой перформанс не смогли равнодушно смотреть реставраторы старого ТЮЗа. Даже в командировке моментально откликается, чтобы прокомментировать СМИ больной для них вопрос. Там будет затекать вода, там будет размораживаться кладка, там будет отваливаться плитка. Закробики, которые там появились, это просто полное кощунство и на другого действия над памятником. Продолжает. Чуть позже осквернили культурный облик еще и театральными окнами. Скрыть неуместный шарж чиновникам не удалось. И когда поняли, что фундамент непричастности уходит из-под ног, ведь груз тяжелой ответственности взвалили на министра культуры. Должны были быть коричневые окна. Мы с Алексеем Анатольевичем, он меня кровно просил. Цветлана лазит. Но дорого коричневые окна. Говорю, согласна на серые окна. Серая крыша должна быть. Цветлана лазит. Но мы уже купили коричневые. Я говорю, согласна на коричневые окна. Алексей Анатольевич, ну скажите, что так будет. Предпочитает промолчать, потому что пока несогласованные действия чиновников лишь обрушили критику в их адрес. Журналисты и общественники решили взять крышу ТЮЗа под свою крышу. Это обращение Владимиру Капкаеву о том, чтобы создать рабочую группу из областных депутатов по поводу реконструкции здания ТЮЗа. Почему использовались более дешевые материалы, а не такие, какие должны быть на самом деле. Я не знаю, на что был расчет. Возможно, несогласованные действия, либо какая-то коррупционная составляющая. А чем вас не устраивает работа чиновников в плане контроля за сохранением культурного наследия? Но пока вы не видите необходимости, но ведь уже крышу не ту покрыли, видите, говорят. Лично я не видел, что покрыли не ту крышу. Поразительная близорукость, при том, что живописное полотно прямо перед глазами и словно сговорившись пытаются подменить подлинную картину событий множественной копией удобной версии. Это временное, так будем говорить, сооружение. Это временный вариант. Временный крыш, чтобы выполнялись технологические процессы. Эта конструкция выполнена временно. Она является временной конструкцией. Даже подрядчик стал петь под чиновничью дудку. Строительные работы выполняет фирма, которую возглавляет брат скандально известного Алексея Прокопенко. Пока экс-сити-менеджер находится в федеральном розыске, его родственника разыскали журналисты. Но безрезультатно. Во-первых, я не только понавачил, что задавать комментарии, правильно? У вас есть заказчики? Основным нарушением, который, ну даже не нарушением, скорее, я бы сказал, а несоответствием, которое мы имеем возможность лицезреть, является та конфигурация кровли, ее пространственные конфигурации, которые не соответствуют проектной документации. А почему изначально произошло вот это вот отклонение от проектной документации? Нет, я бы так не сказал. Ни в коем случае. Никакого отклонения не было. За чиновников и строителей расследование ведут журналисты. По всей видимости, отклонения от проектной документации, формулировка, которой все так опасаются, изначально были связаны с нехваткой бюджетных средств. Но такая экономия может привести к еще большим тратам. Это же бюджетные деньги, по большому счету. И вот так их использовать на то, что сначала мы сделаем это, потом разберем, переделываем по-другому. Ну, мы говорить о том, что там были лишние затраты, сегодня не приходится. Парадоксальный вывод, который перестанет быть парадоксальным в одном случае, если чиновники решат оставить все как есть, то есть с нарушениями. Крыша логики и здравого смысла все-таки протекла. Она не будет концептуально изменена, и какие-то лишние затраты по ней проведены не будут. Она останется в той форме, которая имеется на сегодняшний день. Но это же не соответствует историческому тогда? А у нас нет на сегодняшний день точной копии или варианта, из которой было изначально сделано. Так как же все-таки будет выглядеть новый старый тюз, неизвестно. Но премьерный спектакль абсурда в еще не достроенном здании. Уже состоялся.